Окей, дамы и господа, всем привет, всем доброго времени суток, кто где подключается, кто с нами на Фейсбуке, кто на Хаббат Датру, кто смотрит записи в Ютубе, кто в аудитории уже, кто уже в колхозном зуме, если вы в полном шоке и недоумении от того, куда вы попали, я вам напомню, что вы попали на еженедельную лекцию, по-моему, у нас четвертая лекция без пропусков, мне кажется. Ну, не суть важна, на еженедельную лекцию по недельной главе Торы, и сегодня у нас ключевая глава Торы, при том, что сегодня Тубешват, я не знаю, чуть-чуть, может быть, тему мы притащим за уши к Тубешвату тоже, но поговорим сегодня утром, кто был на шахаре, сибурно кушал всякие шихияну и фрукты, когда мы плавали со земли Израиля, кто пришел на Минку, им тоже чуть-чуть перепало, по крайней мере, венца, но я думал сделать лекцию на Тубешват, несмотря на то, что у нас была не одна уже лекция на эту тему, когда Тубешват выпадал в это время, но тут вот на фарбреге не по поводу Тани, народ заортачится, говорит, такая интересная глава, давай лучше по этой главе, и честно говоря, я подумал, так и да. Но перед тем, как мы начинаем, как всегда, имена, которые присылали со всего мира, начинаем уже, я не говорю, кто это писал, потому что мало ли, тут такие экстремистские вещи написаны, еще засудят, блин. Начинаем с эпиграфа, который, не будем говорить, кто прислал. Ницахон мухлат ми мятиле цаль полного и немедленной победы цалю. Сейчас, сейчас я переключусь. Пусть и выше сохранит наш солдат. Вэ ах зарат хатуфим рупашлум алеколепцуим вэ холэй Исраэль. И возвращение всех похищенных и выздоровление всем раненым и всем больным Израэля. И смерть всем, немедленная смерть причем, немедленная, требует немедленную смерть всем нашим врагам. И возвращение всех территорий Святой Земли под власть еврейского народа в ближайшее время. Короче, после лекции пришли ваши координаты, мы начинаем распродажу участков на набережной Газа для строительства. Но это потом, попозже. Кстати, не думайте, это действительно так. Не я этим занимаюсь. Но давайте вернемся к тому, что мы обычно объявляем. Теперь в совершенно другом контексте. Пусть сегодняшние слова Торы пойдут для поднятия души. Рохол бас Ицкак, Лазар бен Больф, Александр бен Лазар, Анатолий бен Лазар, Давид бен Ицкак, Исраэль бен Ицкак, Элина бас Ицкак, Груня бас Шиман. И также в памяти Илюшиной мамы, которая просила, чтобы он прислал, я знаю, Илюша, ты тут, имя, но он не прислал. Ну, а дальше Лазар бас Ицкак, Лазар бас Ицкак, Пусть сегодняшние слова Торы пойдут для быстрейшего выздоровления. Лазар бас Ицкак, Несчастный мальчик в Майорке заболел. Мы его очень любим, очень любим и желаем быстрого выздоровления. Наталья бас Туба, Малка бас Блори, Эле бас Малка, Мириам бас Рима, Рахмель бен Мириам, Тет Ифраим бен Сара, Александр бен Минце, Мириам бас Евгения, Шмуль бен Эла, Элка бас Хана, Хана бас Элка, Голда бас Тамар, Элка бас Сара, Хана бас Роза, Эмиль бен Эла, Хаим бен Ривка, Мэйр, Хаим бен Хаим Цейра, Мириам бас Рима, Александр бен Рима, Сара, Кая Бас-Фридш, Симха Бас-Кэй, Хайя, Эстер Бас-Пэра, Морка Бен-Лариса, Сара Этл Бас-Шифра, Мэттью Бен-Татьяна, Татьяна Бас-Лариса, Шифра Бас-Эстер, Клара Бас-Бас-Бас, Я Леонид Бен-Клара, Инна Адина Бас-Хая, Бриана Бас-Регина, Хава Бас-Галя, Хайя Мойши Бен-Орали Бен-Лея, Нили Бас-Эла, Броха Симха Бас-Роха Лея, Рахмель Бен-Мирьем, Хана Шейндл Бас-Сара, Давид Бен-Б И совершенно в другом контексте, совершенно в другом контексте, без изменения грамматики автора, передаю поздравления, просто как в игре «Поле чудес» и в совершенно другом ключе, Мазальтов тому человеку, который уже, я поменяю слова, который не смотрит на экран, потому что не страшно. Мазальтов тому человеку, который уже 20 лет терпит, когда его жена говорит «сладкая помидора». Короче, другими словами... Жанна, он даже не заметил, Жанна. Заметил, заметил. Это поздравление Саше с Жанной с их 20-летней годовщиной. Будем бурно отмечать в этот шаббат. Ну, а также в этот шаббат будем бурно отмечать батмитсву Арианы Продан, старшей дочке Йоси и Полины Продан. Им большой Мазальтов. Так что приходите, будем отмечаться. Да, и также Кидуш будет спонсирована в память о ее иллюжной маме, чье имя он мне так и не прислал. А микрофон я запрещаю включать по понятным причинам. Окей, дамы и господа, давайте перейдем как к таковой лекции. Сейчас нужно идти на полный экран. Сейчас мы вам откроем текст. Give me a second. Вот наш текст. Окей, всем видно. Кому не видно, я не виноват. Сейчас для тех, кто в зале, увеличим текст, чтобы лучше видно. Нормально? Нормально? Еще больше можно. Окей. Красиво. Красиво. Просто красиво. Окей. Сейчас почитаешь. Окей, дамы и господа. Одна из причин, почему я решил на этой неделе провести лекции на эту тему, на этой неделе было действительно непростое время. Не знаю, как-то вот именно на этой неделе, тот день, когда за один раз погиб 21 израильский солдат. И так как, не знаю, как вы, но я очень много смотрю израильскую, следствую израильской массовой информации, точнее смотрю только один канал, потому что все остальные каналы, они говорят, как все плохо, как мы нас победили, как все ужасно, и все, Израиль проиграл, нужно сдаваться и идти на выборы. Я подумал, я помню, что утром я сказал на шакре с об этом Рубгершину, что сейчас начнется, все полное отчаяние, ничего не произойдет. Но как ни странно, огромное количество людей, а тем более, постоянно это наблюдаю, на похоронах тех солдат, которые, в основном, были милуимники, и один из них был сосед моего папы, именно на похоронах люди говорят о том, что мы победим, мы сильные, и если мы хотим получить где-то поддержку в это непростое время для нашего народа, то действительно нужно просто слушать письма, посмертные письма, которые пишут эти солдаты, и вещи, которые говорят их близкие, на похоронах. И поэтому решил посвятить сегодняшнюю нашу с вами встречу теме, которая очень сложна. Очень сложна, потому что есть абсолютно философский подход, есть подход моральный, морально-философский, и есть подход совершенно другой к этой теме хасидский. Мы сегодня с вами рассмотрим все эти подходы, и даже сделаем еще один шаг дальше от хасидского подхода, хотя тоже, бесспорно, это будет хасидский подход. И я сейчас хочу поговорить с вами о понятии, которое называется битахон беашем. Дело в том, почему я говорю именно битахон беашем, потому что перевести на другой язык слово битахон, оно не звучит так, как оно звучит на иврите, и в том контексте, в котором оно звучит на иврите. Тем более, что сейчас даже наш второй сын, который уже улетел в Майами и в воскресенье там бежит в марафон, это сейчас очень модно в Хабаде, все учат шар-битахон. Все почему-то даже назвали, отдельную книжку знали шар-битахон, но почему-то никто не думает, что это часть большой книжки, не такой большой, кстати, когда называется Ховот и Либавот. Я не знаю, я даже спросил своих друзей-равинов, почему вдруг сейчас это такая вот большая тема, и так модно учить этот шар-битахон, который является, мы сегодня его будем тоже цитировать, который является просто одной из частей книжки Ховота Либавот, книжка, который еще Бор Хашем, или не Бор Хашем, не учился в любащеской ишиве, когда был в старших классах, а учился в Сиани, самый-самый супер-дупер в Сианиской ишиве, но даже наш, и учил эти Ховота Либавот, как Ховота Либавот на русском будет обязанность сердец или что-то такое, но не суть важна, у нас в библиотеке есть и Ховота Либавот в полном издании, и шар-битахон в отдельном издании, так что обращайтесь, дамы и господа, но наш сын даже учит это в Хавруте, несколько раз в неделю ездит в Кронайтс учиться. На русском битахон – это уверенность, на английском, я думаю, это будет confidence, правильный будет сказать. И на русском, и на английском это не очень звучит. На английском, наверное, confidence больше звучит. Битахон на русском скорее можно перевести даже как доверие. Естественно, идет о том… Упование. Упование, нет. Это надежда, скорее, не совсем. Идет речь о том, что мы надеемся… И я здесь буду очень осторожен с терминологией, потому что битахон и эмуна, как говорят у нас в Одессе, это две большие разницы. Это не вера, это даже не… Может быть, это больше как доверие к Богу. Но опять же, у нас были с вами на эту тему лекции, когда мы говорим о вере, именно эмуна. Это скорее доверие. А битахон – это уверенность. Уверенность, что все будет хорошо. И об этом я хотел сегодня с вами поговорить. Я думаю, что все догадались, почему именно сегодня какое-то отношение имеет к нашей недельной главе. И все сложности, которые с этим есть, они представлены именно в нашей недельной главе. Но до нашей недельной главы мы еще долго будем идти. в начале, как всегда, у нас… Кто-то мне предлагает посмотреть… Ну, а как я увижу… Полагаться. Битахон полагаться. Но это полагаться – это что делать? А битахон – это оно, это существительное. Короче, как всегда, русский язык, в данном случае, несостоятельный. Я думаю, что приблизительно все поняли, что такое битахон. Поэтому с вашего дорожайшего позволения я не буду все время переводить это слово на другие языки. Мы будем его использовать как битахон. Битахон – это и безопасность, уверенность, не надежда, а именно уверенность. Окей, поехали. Итак, битахон. Начнем… Так как мы сегодня много будем говорить именно о философском подходе к этому вопросу, а другого, ну, в общем-то, сложно найти. Хотя мы увидим, что даже здесь законодательные моменты в этом вопросе. Начнем, конечно, с величайшего еврейского философа, который, мне кажется, был не понят. Я знаю, что я к этому возвращаюсь. Я… Тут меня некоторым профессором называют. Так вот, я вам скажу, я так и да, много лет был профессором, преподавал историю философии в еврейском колледже. И да, Борох Спиноза, он непонятый, опередивший свое время философ. Потому что, если вы посмотрите, допустим, в самую книгу «Этики» в Спинозе и сравните, ну, скажем так, с трудами Алтаребе, вы найдете огромное количество всякого общего. Да, на тот момент для закомплексованного еврейского общества города Гаага, знаете, такой город, да, где жил Спиноза в конце своих дней, умер там от отравления, потому что он занимался, его не допускали. Ему, кстати, ему предложили преподавать, когда вы исключили из еврейской общины Амстердам, ему предложили преподавать в католическом колледже, он отказался, сказал нет, что он остается евреем, уехал в город Гааг, и там занимался шлифованием линз, и от этой пыли он отравился достаточно ранним возрасте, умер. Так вот, говорит Борох Спиноза, «Пис is not an absence of war, it's a virtue, a state of mind, a deposition of benevolence confidence justice». Когда мы говорим сейчас, я думаю, что сейчас для нас это абсолютно особо актуально, да, мы сидим здесь в Бруклине, и вы можете сказать, что это мы тряпимся за то, что в Заре хочет помочь, будь там, поверьте мне, мы очень много помогаем, и скоро члены нашей общины получат большие благодарственные, очень интересные мероприятия, были благодаря тому, что сделала наша община, но буду пока держать это в секрете, большие благодарности скоро все получат, из Израиля очень уникальные вещи, которые нам удалось провернуть, но когда мы говорим о прекращении огня, о каких-то мирных договорах и так далее, тебе нужна уверенность, что that's it, это мир, и мир, это не отсутствие войны, это не ceasefire, это именно уверенность в завтрашнем дне. Теперь, когда мы говорим о уверенности во Всевышнем, эти эпитеты, количество того, что там разные вещи, которые говорятся о том, что такое уверенность в битахон бэашем, не буду переводить, потому что не совсем правильно будет понятно, эпитеты о том, о важности битахон бэашем приводится огромное количество, есть известная фраза, которую мы читаем в наших молитвах, в Беркат Амазон, в Вал и Цинн она приводится, да, цитаты справка всё просто и чётко написано, да, благословленным будет тот человек, у которого есть битахон бэашем, и отсюда и происходит выражение битахон бэашем, да, и Всевышний будет единственной его опорой и надеждой. Логично. Объясняет Радак, Равдовит Кимхи, что значит бэуха гэвэ, бэашем бэашем, почему-то такая пропорция, и мифтад бо, уйе мифтахо, вело, и рэм и коль рад. Если мы, здесь он говорит очень странную вещь, которая на уровне лозунгов, да, и еврейской пропаганды, которая не доходит до как такового еврейского образа жизни, это очевидно, это понятно, да, говорит Равдовит Кимхи, говорит Радак, что если ты будешь иметь битахон бэашем, то Ашем и будет твоей уверенностью, он будет, что он имеет в виду, что с тобой ничего плохого не случится, но если мы чуть-чуть задумываемся в то, как Равдовит Кимхи строит здесь предложение, то оно немножко непонятно, мы говорим, как может быть, посмотрите, что он говорит, он говорит, что если ты будешь доверять Всевышнему, то Всевышний будет твоей уверенностью, если, и тогда с тобой ничего плохого не случится, если мы вычеркнем вот эти вот два слова, три слова, тогда все получается, если ты будешь, у тебя будет битахон бэашем, ты будешь доверять Всевышнему, ничего плохого с тобой не случится, эти три слова здесь абсолютно лишние, что значит, он будет твоей уверенностью, логично, по этой фразе, если ты будешь доверять Всевышнему, он будет твоим доверием, если ты ему будешь доверять, с тобой ничего плохого не случится, фраза, добавление, он будет твоей уверенностью, она нелогична, но это пока только так, общий вопрос, вопросы будут гораздо более сложными, в принципе, больше всего используется фраза для понятия, что такое уверенность Всевышнему, что такое вот это вот битахон бэашем, посмотрите, четвертая фраза, говорит царь Давид, рабим, в Таилим, рабим, миховим, млэраша, абутэх, бэашем, хэсэд и савэвенэм, да, много сложностей есть у грешника, болезненностей, много боли, много боли есть у грешника, а те, которые доверяют Всевышнему, милосердие, их будет окружать, понятна фраза? Если ты не доверяешься Всевышнему, то ты грешник, и у тебя будет много проблем, а если ты ему доверяешь, то у тебя будет хэсэд. Но тут уже сразу есть вопрос, хэсэд, особенно если те, кто участвует на наших уроках, Тани, знают, что хэсэд это что-то, что идет тебе не потому, что тебе это положено, я здесь не приводил эти цитаты, но если вы посмотрите, что в прошлой главе, которую мы учили, в игре Сакойдыш, которую мы с вами отмечали окончание ее буквально в этот вторник, в 10 главе Игра Сакойдыш, Алтареве пишет, что само слово хэсэд, это хас альдаль, что это дается тому, кому не хватает, то есть это не то, что полагается, а это дается без какого-либо того, что тебе это положено. Получается, что что здесь нам говорится, что не то, что ты заслужил, что Всевышний проявляет тебе милосердие, а если ты уверен во Всевышнем, то даже то, что тебе не полагается, ты получишь. А грешник, вся проблема грешника, это то, что он не доверяет Богу, а не то, что ему это не полагается, понятно? Теперь эту фразу использует Рабьосиф Албу, величайший философ период изгнания из Испании, который лично сам был оттуда изгнан, ученик Рабхаздая Крескоса, который сначала был большим фанатом Рамбама, а потом, когда убили его сына в погромах в Испании, в Испании погромы были еще до изгнания евреев из Испании, начались они в конце 14 века, то он вообще говорит, что во всем виноват Рамбам, потому что он пытается рационализировать наши отношения с Богом, и вот поэтому евреи начали отходить от веры в Бог, вот этот бетахон в Ашем, и поэтому то, что Рамбам сделал там 12, да, сколько им там основ веры, или 13, сколько, гимн, да, 13, нет, 12, основ веры Рамбама, то Хаздай Крескос, он говорит, что есть на самом деле 7, Фила Александрийского, что есть 10, а Рабьосиф Албу говорит, еще больше это сокращает, и в своей книге Сефира и Карим он пишет, что есть 3. Так вот, в этой книге, это очень длинная книга, не просто 3 предложения, это большая книга, Сефира и Карим, не знаю, не уверен, что она переведена на какой-то другой язык, но посмотрите, что говорит Рабьосиф Алба. Когда мы говорим, это не потому, что нам это полагается, а потому, что есть твоя милость, ты это даешь по своей милости, а не по прескуранту, как мы с вами учили в Тане буквально неделю назад. что это природа хэсэда, это природа милосердия, снисходить на тех, которые уверены в Боге, в которых есть Бетахон Бэашем. А Маракату Бэашем хэсэд и Саввенэу. И цитирую здесь это предложение из псалмов, которое мы только что упомянули, что тот, у кого есть Бетахон Бэашем, его приходит хэсэд, не потому, что он его заслужил, обратите внимание, здесь очень важно понять. Это не то, что ты, когда у тебя есть Бетахон Бэашем, когда у тебя есть уверенность в Боге, то в заслугу этого ты получаешься хэсэд. А Бетахон Бэашем, уверенность в Боге, это как триггер того, что проявляется хэсэд, без того, чтобы тебе это полагалось. Келомар, другими словами. Афим Эйну Рауи Митсад Атсмо, Мидераха Бетахон, Ламщик хэсэд, Хинам, Алабут Химбэшем, что сам по себе человек, своим поведением и так далее, он достоин этого хэсэда. Да? Но природа того, что есть Бетахон, это то, что это проявляет хэсэд. Я понимаю, что много терминов на иврите, попробую их используя, переводить, объяснять и так далее. Но что он говорит здесь? Что это не пропорция. Чем больше тебя уверенность в Боге, я специально подчеркиваю, не веры, а именно уверенность в Боге, то в соответствии с этим пропорционально ты и получаешь хэсэд. Нет. Это такой подход противоречит самой природе хэсэда, милосердия. Потому что милосердие проявляется вне зависимости, полагается оно тебе или нет. Опять же, как мы учили Тане, что Всевышний творит этот мир хэсэдом, не потому что этому миру полагается, чтобы был хэсэд. А это его милосердие, оно идет вне, не по прескуранту, вне рамок нашего мироздания. Точно так же и то, что мы получаем хэсэд, это не потому, что у нас есть бетахон Бэашем и пропорционально мы это получаем. А получается здесь, что бетахон Бэашем, говорит Рабьёси Фалбо, Сефрай Карим, это ключ к тому, чтобы открылся хэсэд. Не в пропорции, да, это не значит, я не знаю, там, чем больше комната, тем больше должен быть ключ. Нет, ключ к замку, он в замке нестандартный, да, неважно, какого размера там будет, там будет комната, да, в замке не по-любому стандартный. Но природа этого ключа, которым называется бетахон Бэашем, что он открывает хэсэд. То есть, другими словами, бетахон Бэашем, он необходим для того, чтобы проявился хэсэд. Это те эпитеты, которые упоминаются по поводу необходимости, важности бетахон Бэашем, уверенности в Боге. И здесь, если, потому что мы потом вернемся к одному из писем Рэбе, где, или бесед Рэбе, по-моему, где он упоминает это высказывание, все наверняка знают это известное высказывание, которым Рэбе часто пользовался. Трахнгут унзангут, вудзангут, да, это, прежде всего, все, что я знаю на идиж. Давайте я вам расскажу предысторию. Тут она вкратце упоминается в послании предыдущего любающего Рэбе. Опять же, это более как поликлор, да, как это было на самом деле, агэцэм акцедек, Рэбраяц, цитирую с детцем акцедека, рассказывается о том, что был у него один хасид, у которого очень сильно заболел ребенок, и ничего не помогало, и он решил пойти к Рэбе. Теперь, пока он дойдет до Рэбе, там они жили в разных местах, ни телефонов, ни имейлов, ни фейстаймов, ничего не было. Он не знал вообще, что, что будет с ребенком, и он шел, это последняя надежда, может, я когда приду к Рэбе, моего сына уже не будет живых, или там дочери не будет живых, и он приходит к Рэбе, и цем акцедек его принимает, и тот ему плачет, он говорит ему, трахн гуд, вот зайн гуд, думай хорошо, и будет хорошо. Что он имеет в виду? Он имеет в виду, что у тебя, то, что у тебя есть битахон, бэашем, то, что ты думаешь, что будет хорошо, это и есть то, что откроет хэсет, это дальше я немножко забегаю уже вперед, но история заканчивается хэппи-энд, что из-за того, что Рэбе вправил мозги этому хасиду, то когда хасид дошел уже домой, то ребенок выздоровел. Как мы знаем, истории про праведников, тот-то им не верит, он богокульник, тот-то верит, он полностью дурак, но факт остается фактом, что это стало просто пословицей, и мы знаем от высказывания Рэбе Раяцзи в его послании, ответ третьего либайческого Рэбе Цемах Цедека, Менаха Мендела, одному из хасидов, который к нему пришел, кстати, обратите внимание, он не упоминает здесь, что это был хасид, чтобы Рэбе помог проявить милосердие по отношению к ребенку, который очень, тут не говорится даже ребенок, это просто, опять же, фольклор, больному, которому нету излечения, ответил ему Цемах Цедек, Трахен Гуд, вот я здесь считаю, Трахен Гуд, вот Зайн Гуд, думай хорошо, и будет хорошо, это Битахон Бэ Ашем, мы просим проявить хасид, то, что проявляет хасид, вне зависимости, отполагается нам это или нет, это Битахон Бэ Ашем, это может быть и грешник, это может быть и прайник, это неважно, но все то время, что у тебя есть Битахон Бэ Ашем, это триггер для проявления хасид, теперь, все, все, что мы говорим, это нормальные такие вот слова, для какого-то спиричуального семинара, о том, как излечать геморрой с помощью кабалы, или что-нибудь такое, очень красиво сказать, главное, это Битахон Бэ Ашем, все, надейся, все, Бог там, с нами, он, я могу привести миллион историй, которые постоянно крутятся о том, реальных историй, как именно Битахон Бэ Ашем, это то, что в конце концов приводит к спасению, но проблема заключается в том, что у нас есть, это неправильно, здесь это не должно быть, сегодня мы ее уберем, это похожая цитата, но не та, я ее сначала по ошибке поставил, да, но проблема заключается в том, что это можно все оставить на уровне, ну ладно, спиричуальном, окей, даже на уровне философском, рациональном, мы попытаемся это понять, но проблема в том, что у этого есть конкретное законодательство, Битахон Бэ Ашем имеет непосредственное отношение к Митве, Раббейну Йона из Герона, книги Шара и Чува, рассматривают это, как неотъемлемая часть заповеди Чува, заповеди покаяния, заповеди раскаяния, именно Битахон Бэ Ашем, и если мы говорим, окей, я знаю, что это не моя фишка, я пытаюсь, я даже обвиняю в том, что я слишком пытаюсь все рационализировать, в конце концов, что мы сами во всем виноваты, но говорить, рационализировать Битахон Бэ Ашем, это личное дело каждого, насколько ты доверяешь Богу, насколько ты уверен в том, что Бог на твоей стороне, это нельзя описать какими-то измерениями, но у нас есть заповедь, именно касательно войны, и мы видим это сейчас невооруженным взглядом, когда происходит у наших ребят в Израиле, посмотрите, седьмой параграф, написан же в книге Дворим, как бы монолог Муше перед смертью, перед тем, как он, еврейский народ, ходит в землю Израиля, когда ты выйдешь на войну против своих врагов, и обратите внимание, здесь говорится, увидел, увидишь лошадь и колесницы, и большое количество народу, гораздо больше, чем тебя, не бойся, не бойся их, потому что Всевышний Бог твой с тобой из Египта Он тебя уже привел, ну, сразу нужно объяснить, почему говорится в единственном числе, потому что, когда говорится во множественном числе, это тогда, когда ты боишься, тебе кажется, что много, когда ты не боишься, когда у тебя есть бетахон божем, когда ты уверен в Всевышнем, то тебе один, это самое, дивизия танков кажется одним танком, да, тысячи террористов для тебя, как один террорист, да, здесь конкретно говорится, как заповедь, запрет бояться врагов, конкретный запрет истории, бояться врагов, даже если их больше, что очевидно, их больше, чем нас, потому что говорите Амаше Рабейну, чувак Всевышний, тебя же уже вывел из Египта, уже не нужно бояться ваших врагов, сколько, как много их не было, и говорит Рабейну Йона из Герона в Шаре и Шива, посмотрите, что он пишет, это опять же, более философский подход, да, цитаты, которые мы прошли, выйдешь на войну и увидишь много там лошадей, колесниц, самолетов и вертолетов, и войска, которых гораздо больше, чем ты, не бойся их, говорит здесь Рабейну Йона, узарну, у нас есть предупреждение, сторы, когда говорится слово узарну, это то же самое слово, не забываем, что Рабейну Йона, он был сначала большим противником Рамбама, а потом стал наоборот, хотел просить у него прощения, не получилось, тот умер, и он поэтому во всех своих дрошот, потом, я, честно говоря, сейчас не знаю, Шаре и Шива было написано до того, или после того, как он раскаялся в своем отношении к Рамбаму, но он использует все время слова Рамбама и язык Рамбама, Рамбамка говорит, узарну, это значит, и это запрещающая заповедь, узарну безе, да, у нас есть запрет в следующем, шимире аадамки, кацара крубати, е еще ата, шембали по Богу, да, что когда мы видим какие-то проблемы, страхи, несчастья, которые на нас надвигаются, у тебя обязательно должна быть уверенность, что Всевышний на твоей стадии тебя спасет, и будешь, вот ты будешь иметь это, битахон, будешь иметь уверенность в этом, киняншинэмар, как сказано, то, что он учит, и в данном случае, опять же, из псалмов, здесь приводит доказательство, что избавление, оно близко для тех, кто боится Бога, а пророк Ишайяу написано, что не нужно бояться человека, что человеку не нужно бояться своей смерти, что он здесь говорит, это не запретно, не повелевающая заповедь богобоязненности, нет, повелевающая заповедь богобоязненности совершенно другое, кстати, напоминаю, что упоминание говорит неправильное благословение, с упоминанием не Всевышнего, это нельзя делать не потому, что у нас запрещено упоминать имя Бога в суе, как нам иногда многие равины пудрят голову, а как мы, кто участвует в уроках Аллахи, знают, что в данном случае речь идет о том, что нельзя просто так упоминать имя Всевышнего, потому что это отсутствие богобоязненности, должен быть трепет, перед именем Бога. Здесь говорится о том, что если ты, нет у тебя уверенности в том, что Бог на твоей стороне, если у тебя нет, не вопрос, оставь на твоей или не на твоей стороне, это уже subjective, если у тебя нету понятия битахон бэашем, и ты, чего тебе боятся врагов? но, если ты воюешь, война, которая тебе нужна для защиты святой земли, святого еврейского народа, заповедная война, и даже война, война решут, война просто для обеспечения безопасности еврейского народа, ты знаешь, то, что говорят на еврейте, иммунабе циткат ты веришь в том, что ты прав, и почему ты прав, потому что Всевышний дал тебе эту землю, потому что Всевышний хочет, чтобы ты жил на этой земле, и здесь, поэтому говорится, если ты выйдешь на войну против своих врагов, сколько бы их ни было, как бы, а их 100% больше будет, чем тебя, то ты не должен бояться, это запрет бояться, почему, потому что у тебя должен быть битахон бэашем, а, блин, я понял, в чем проблема, там не та цитата, окей, то есть мы видим это обязанность в том, чтобы мы, был у нас битахон бэашем, это не wishful thinking, это не то, что мы к чему стремимся, или надеемся, или хотим, нет, мы у нас обязан был битахон бэашем, иначе мы нарушаем заповедь истории, но только есть проблемка, кроме того, что это все красиво сказано, но как быть уверенным в том, что Бог тебе поможет, если ты знаешь, что их больше, ну, команда, мы живем в этом мире, в этом мире есть определенные законы, мы не имеем права надеяться на чудо, а то, что нам здесь предлагается, это априори надеяться на чудо, но у нас и в Торе есть конкретное доказательство, что бояться, бояться врагов, какая бы уверенность в Боге у тебя не было, это нормальное естественное состояние, и это нужно делать, почему, потому что написано масса вот симан лебаним, поведение наших праотцов, это урок потомкам, так мы должны себя вести, а кто у нас боялся? праотцов, конкретно жим-жим, наверное, Яков, когда возвращается из Лавана, от Лавана, ему сообщают его посланники, что Эйсов идет ему навстречу, а с ним 400 хамасников, окей, но он боится, почему Яков боится? у него есть чего бояться, он думал, что сейчас они, так говорится, уже забыли за 21 год, вообще, что было, но они возвращаются туда, и он таки, да, боится, да, теперь объяснение, почему он боится, там так и написано, я пропустил этот цитат, Яр Яков, Вейцар Лумеот, он не просто, я не просто сказал жим-жим, извините за выражение, но там так и написано, я пропустил этот цитат, Яр Яков, и очень испугался Яков, Вейцар Лумеот, и очень у него сузилось, так, и цар, цар, ему просто стало вот его тяжело, узко, и так далее, настоящий жим-жим, и спрашивают, а чего он боится, у него был договор с Богом, когда он идет к Лавану, Бог ему, он говорит, Бог, если ты, я тебе, ты мне, договорились, чего он боится, чего ему бояться, Раши там объясняет, что он на самом деле боится, что ему придется убивать, и может быть, какие-нибудь мирные жители вдруг, не дай Бог, пострадают, если ему придется там выйти на войну, вот он, Раши у нас такой гуманист, он боится, да, это скиним, и следующая вещь, в Яраков, чего боится Яков, он говорит, в конце концов, бой титанов между Яковом и Эйсовом, и это ключ к нашим, к тому, как нужно вести военные действия, говорит, да, это скиним, что он боится, Яков боится, что Эйсов 21 год выполнял одну из важнейших заповедей уважения к родителям по отношению к Ицхаку и Ривке, то все то время, как Яков 21 год не выполнял, и он боится, что у Эйсова есть больше заслуг, чем у него, более того, и нам тем более, Эйсов находится на святой земле, а Яков приходит из какого-то Курдистана, и у Эйсова больше заслуг. Теперь, как это не совсем соответствует тем, что говорит царь Давид, он говорит о том, что даже если ты еврей, то царь зверей будут кушать траву, что даже если ты грешник, но в то время, что у тебя есть Всевышний даст тебе хесед, но судя по всему, Яков непростой парень, что-то его конкретно ему мешает. Теперь, дальше он там говорит целый монолог Всевышнего, есть потрясающая фраза, это через одно предложение, ему страшный жим-жим, десятое предложение, подходит к этому абсолютно прагматично. Он говорит, не достоин я всего хеседа, который ты мне сделал, потому что я с одной палкой перешел через Ярден, пошел к Лавану, а возвращаюсь, у меня тут два города со мной идут, что Яков говорит, он может быть исчерпал этот рог и забил и это не только он боится, Авраам боится того же самого, если вы помните, да, помните, что говорит Всевышний Авраам, не бойся Авраам, сфудхарбе, Авраам боится, что за то, что он там победил в войне и так далее, что за счет этого он потеряет заслугу для будущих поколений, Всевышний не боялся, у тебя по прескуранту еще хватит, что Яков говорит, Яков говорит, а может быть я уже все его проел, все эти заслуги, которые ты мне обещал, я уже проел, поэтому он говорит, а давай вот то, что ты мне тогда сделал, как он называет, я этим не достану, это хесед, а вот теперь давай по прескуранту, вы понимаете, что он говорит здесь, что он говорит здесь, Яков торгуется с Богом, потому что он боится, у него нет уверенности в Боге, уверенности, что Всевышний ему поможет, говорит Раша здесь, что все мои заслуги, они уже уменьшились, что ты мне дал, типа авансом, что ты мне уже столько всего надавал, может быть, я уже не достоин, поэтому я боюсь, что может быть, ты мне обещал, типа у меня должна быть уверенность, но я уже нагрешил, а что Яков знает, он ковь землю Израиля с кем? А что у него там с семейством? Четыре сестры, блин, у нас можно жениться на сестрах? А, нет, за пределами земли Израиля здесь все сходится, за пределами израиля, про отцы, соблюдаем, у нас была лекция на эту тему, соблюдали все запомни, за пределами Израиля это была только традиция, поэтому Яков, чтобы никого не обидеть, он женится на сестрах, потому что иначе он построит в Иллилею или Рахель в неудобное положение, а в земле Израиля, как только не входит, Рахель умирает. Рахель умирает, потому что она знала, на что она идет, у нас тоже была лекция на эту тему, поэтому Яков понимает, он входит в землю Израиля, где у Иссова есть заслуга, он боится, что может быть он согрешил, и поэтому его уверенность во Всевышнем, и там рвать на себя тельняшку, I'm sorry, мы не имеем права ставить себя в положение, почему евреи не имеют права ставить себя в положение опасности. Не только поэтому, естественно, но что имеется в виду, имеется в виду, что когда ты ставишься в состоянии опасности, то там наверху сразу появляются прокуроры, которые говорят, ааа, вот сейчас хороший момент, сейчас ему, чтобы там этот самый канат банджи оборвался, и вот за все грехи мы сразу закрываем все кейсы. Поэтому евреи не имеют права ставить себя в состояние опасности, потому что ты не знаешь, какой у тебя там приз Куран с Богом, какой у тебя там счет. Яков говорит, Яков Бай, это рациональный подход. Какая может быть? Коман, дамы и господа, мы прекрасно знаем, как говорит один мой знакомый, хорошо знает себе цену и совершенно с ней не согласен. Но мы-то знаем, кто мы. Это то, что понимает Яков. Яков видит все проблемы. Все, женился на сестре, входит в землю Израиля. Эйсов явно выполняет больше заповедей и тогда в земле Израиля. У него земляет уважение к родителям. Он говорит, я не уверен, я боюсь. А где же бетахон Баошем? Получается, это абсолютно обратное поведение от того, что говорит царь Давид. Царь Давид говорит, даже если ты грешник, когда у тебя есть бетахон Баошем, будет проявление Хеседа и Всевышний тебе поможет. Но Яков ведет себя совершенно обратно. Так что же нам делать с этим бетахон Баошем? Это обязанность или наоборот нужно учиться у Якова. То, что делает Яков, на мой взгляд, гораздо более логично. Бетахон Баошем, который мы предлагаем раньше, говорили о нем раньше, это больше похоже на нормальную пропаганду. Бог с нами. Да, Ям соня, что я это скажу, Jesus will save me. Ям соня, но это действительно больше на это похоже. Иудаизм, это рациональный подход. Рациональный подход быть честным с самим собой и бояться того, что ты не уверен, когда ты идешь в бой, ты не уверен, когда ты идешь против своих врагов. Да, мы все время должны заниматься самоанализом. И где же тогда брать этот бетахон Баошем? И если вы думаете, что это я это придумал, вообще-то, если мы обратимся к философскому подходу, посмотрите, что пишет Волтер, 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 да, а, кстати, Волтер знал иврии, там был большим продвинутым специалистом в иудаизме, that is not a pleasant condition, but certainty is absurd. Быть уверенным в том, что вот всевышняя часть тебе поможет, и поэтому я сейчас телом на амбразуру, это глупость. Это не бетахон Баошем. Где эта граница? А именно сомневаться в себе все время, да, или как написано в Перке Ауа, блин, что со мной такое, забыл привести эту цитату, то, что пишет Илэля Закен в Перке Ауаот, что ты не имеешь права быть уверенным в себе до момента своей смерти. Это значит, что ты прекрасно должен понимать, что твои отношения с Богом, они непростые. Это не я задаю этот вопрос, это вопрос любащийский рэбэ. Посмотрите, не только мы сейчас видим, не только любащийский рэбэ, который задает этот вопрос. Вот царик Биур, и нужно объяснение, Мао Исотли Бадаудзо, откуда взялась такая уверенность? Откуда мы знаем, что Бог нас простит? Откуда мы знаем, что Бог нам поможет? Откуда мы знаем, что Бог услышал мои молитвы? Откуда это все взял? Кто мы такие? Это то, что вас же расплачивает любащийский рэбэ. Нужно объяснить, откуда вообще у нас такая уверенность? Даже когда есть абсолютно прямое обещание от Всевышнего. Может быть, это обещание не сбудется, потому что мы, может быть, нарушили что-то, другими словами, мы нарушили свою сторону контракта. Когда Всевышний нам говорит, я тебе дам тот, все, десятая, пятая, двадцатая и так далее, все, что тебе нужно, соблюдай заповеди. А когда мы приходим с претензиями ко Всевышнему, когда у нас что-нибудь случается, но вопрос, когда задать себе, а когда Всевышний пришел к тебе, где ты был? Откуда уверенность, что Бог тебе поможет? Потому что, скорее всего, мы нарушили свою сторону контракта. А тем более, когда нет четкого и прямого обещания со стороны Всевышнего. Каждый должен, наоборот, говорит Рэбб, сомневаться, потому что, как сказано, нет праведников на земле, который бы не согрешил. Да? Пусть тот, кто грешный, первым кинет меня камень. Мама, прошу не мешать работать. Часто вспоминаю, да? Это анекдот про него. Не суть важна, да? Но это рациональный подход. Если мы говорим о еврейском рациональном подходе, это то, что мы должны, наоборот, все время бояться, сомневаться, нам не полагается, мы не можем быть уверены, мы прекрасно знаем в себе цену, а не с шашкой на танке, потому что у нас есть бетахон БХМ. Нет, мы посылаем разведчиков, мы планируем военные действия нам все нужны. Это не бетахон БХМ, это профессиональный подход. Так куда попадает этот бетахон БХМ? Совершенно между стульев? Или ты, давайте возьмем, например, военные, любые военные действия. Мы говорим там, я не знаю, шестередневная война, это чудо, открытое чудо в Израиле и так далее. Это чудо было связано с тем, что на этот момент Израиль разработал технологию быстрой дозаправки самолетов. И поэтому египетская армия объявила о том, что американцы и британцы помогают Израилю, потому что стандартный период дозаправки самолетов было чуть больше четырех часов. Израиль научился дозаправлять самолеты за 55 минут, и поэтому самолетов летало в четыре раза больше. Это чудо? Это нормальный, рациональный подход. Чудо было бы, если бы мы полетели на кукурузнике и одним коврама вину кидал там песок, и он становился стрелами и всех порвал там, всех четырех царей в один, там еще за четыре человека. Я понимаю, Египет, это чудо. Порвали, как тузик, шапку, и как написано в нашей недельной главе, больше вы его даже никогда не увидите. А рэбе говорит абсолютно обратную вещь. Он говорит, ребята, где-то уверены, что Всевышний вам поможет. Надо все время быть очень-очень осторожным. Теперь, для того, чтобы украсить этот вопрос и нас еще больше забудать, куда, где мы можем, кроме как лозунги, имплементировать этот бетахон Бэашем, есть потрясающий ответ письмо Льбаевического рэба. Оно приводится, оно публиковалось там в бесконечном количестве публикации и так далее, потому что это просто майнбагглинг, очень длинное, кусочками его тут взял. История такова, был какой-то шойхет, шойхет хорошо зарабатывает, но работа шойхет заключается в том, что тебе нужно поехать в какую-нибудь там юту, там сидеть, это не меня, ничего, ты там режешь, твоя семья живет в Бруклине, они хорошо зарабатывают, ты там полгода находишься, три месяца находишься, возвращаешься. Что произошло у этого шойхета? Умирает, по-моему, отец, он приезжает на похороны и так далее. Теперь, в чем он обязан? Он обязан читать Кадиш целый год, но если он не возьмет, вернется в работу, где у него, он потеряет эту работу, шойхета должна продолжаться, да, но там он не сможет говорить Кадиш, потому что там нету меня, что ему делать? Он спрашивает у Любавичаского рэба, какое принять решение, по-видимому, это была религиозная семья, может близко к Хабаду и так далее, скорее всего близко к Хабаду. Видите, что отвечает ему Любавичаского рэба? В ответ на письмо, которое ты мне прислал в канун Шабаса, когда ты спрашиваешь, вернуться ли тебе и взять новый контракт шойхета и проверщика мяса в город, в котором нету меня, ты не сможешь там не говорить Кадиш и не вести молитву, это принято человеку, который находится первый год скорби. по-видимому, у него были два других брата, которые были религиозные, в этом случае ты можешь понадеяться, у тебя есть вариант понадеяться на своих двух братьев, которые живут в религиозном районе, я не знаю, в Бруклине, в 770, постоянно сменял, они будут и молиться, они будут говорить, но благодаря этому контракту ты будешь зарабатывать деньги и тем самым содержать себя самого и всех своих домочадцев. И более того, ты сможешь выплатить то, что ты обязался поучаствовать в расходах на похороны своего отца. И наши мудрецы разрешили много вещей из-за того, что есть необходимость в материальном достатке. Здесь, тем более, это даже не вопрос, когда ты знаешь, что у тебя есть два брата, которые, да, Кадиш будешь говориться, а только ты лично не сможешь говорить Кадиш, но это важнее не потерять парнос, с помощью которой ты сможешь помочь и даже этим брать и более того, если ты возьмешь этот контракт, ты заработаешь деньги и сможешь выплатить большие затраты, которые были на похороны, что это еще больше уважения к отцу. И поэтому, как это часто делают в нашей синагоге, это происходит постоянно, ты можешь нанять кого-то другого, кто вместо тебя будет говорить Кадиш. Нормальный, рациональный подход. Это, я по-другому говорю, это, то, что говорит здесь Рэбе, это Аллаха. Так нужно делать. Так сказал бы любой нормальный рабин. Это закон, как нужно делать. И все было хорошо. Я пропустил там другие объяснения, если бы Рэбе в конце не написал очень странную вещь. Слушай внимательно. И все, что было сказано до сих пор. Я сказал, говорит Рэбе, только по одной причине. Потому что я не знаю, в каком он состоянии, тот, кто пишет. насколько у него развито качество уверенности в Боге. Битахон Баошем. А если у него есть этот Битахон Баошем, если он силен в этом, вы бытмимут и полноценно вы ихапе сахар клея парноса. И тельно ошемит ба парноса том, о комше ешь минян. Выходит, тогда Всевышний ему даст парноса в том месте, где есть минян. И тогда ты сможешь выполнить все, включая читать кари, вести молитву и так далее. А извините, зачем Рэбе так говорили? Есть Аллаха. Рэбе ответил ему, как положено по Аллахе. Зачем человеку портить настроение? Вы понимаете вопрос? Я нервничаю. Я нервничаю. Лахаем, лахаем. I'm sorry. Вам понять вопрос? Да. Это было частью от тяга. Рэбе заканчивает письмо. Что мы можем понять из этого подхода? Во-первых, что бетахон баа шем это вообще какая-то непонятная штука. Куда он? И что? Рэбе относится к этому как optional. С другой стороны, он говорит, да, есть Аллаха, а комбинация с бетахон баа шем они не состыкуются. И поэтому, по большому счету, что Рэбе здесь говорит? Я не могу тебе сказать, что делать, я могу тебе только сказать Аллаху. Я не знаю, бетахон баа шем это твое личное собачье дело. И только ты можешь решить, как поступать. Что говорит ему Рэбе? Это как в истории славец Камзбердичева, который шел по улице утром, на него натыкается его хасид, просто всех ног бежит, чуть не сбивает Рэбе с ног, и Рэбе спрашивает, куда ты бежишь? Он говорит, я бегу туда. Говорит, да что там? Там моя порноса. А кто тебе скажет, что моя порноса там, а не там? Это то, что говорит ему Рэбе. Если у тебя будет бетахон баа шем, и ты хочешь говорить, кадишь по своему папе, то благодаря этому бетахон баа шем ты найдешь работу, и там, где есть меня. Я могу привести сотни ситуаций, где это сработало. У нас есть одни знакомые, я не знаю, куда-то, до сто лет уже не видел, но они были женаты, он еврей, она не еврейка, и она просто пушила гею, он говорит, мне ничего не нужно, я не хочу, пусть она сама все делает, меня это не касается. Она говорит, нет, все, привела его в синагогу, Шурик мне говорит, вообще пусть она там сама, все, я говорю, послушай, так это не работает, тебе тоже нужно это делать. Он говорит, я не могу, у меня такая работа, я работаю там в фирме, я должен работать в шаббат. Короче, не волнуйтесь, он сделал обрезание, купил тфелин, и поменял работу, которую ему хотел еще больше, и соблюдает шаббат, трое девочек уже, по-моему, у них закончили ешиву, все у них хорошо. Но, что мы видим, аллахически, ты не имеешь права сказать, это то, что говорит рэб, рэб говорит, я не работаю, бога бухгалтером, он говорит, я не могу изменить битахон беа шем. И тогда у меня возникает вопрос, а что, если рабейну Йона говорит, шарейчева, что это обязанность битахон беа шем, что это, у нас есть запрет, не иметь уверенность в Боге, если мы говорим, что это ключ ко всему, мы не имеем права бояться своих врагов, потому что у нас должен битахон беа шем, то почему Аллаха идет против этого? Почему Яков тогда боится? Конкретно боится своих врагов перед военными действиями о том, что в Торе написано, что когда выйдешь на войну, даже если их будет больше, чем тебя, ни в коем случае не бойся. Как это состыковать? Ответ на это находится в неожиданном месте в нашей голове. О том, что же такое битахон и насколько он болезнен. И, конечно же, идет речь о нашем замечательном мане. Про ман у нас уже много было лекций. Но что мы знаем? Что мы знаем про ман? Сейчас не буду вдаваться, я не приводил цитаты, потому что мне и так еще куча цитат там обсудить. Но что мы знаем про ман? В пятницу выпадала двойная порция. Что мы еще знаем? Давайте по порядку. В нашей главе впервые упоминается ман, там история с мясом и так далее. В конце концов выпадает ман. После рассечения Красного моря. Помните, мы читали... Ой, я забыл привести классную цитату из Бабина Бахина. Так расскажу. Написано в нашей главе, последний 15 парага. Бе-йомера ашемель муше и ненимам тир лахем лехем и на шамаем бе-яце ха-ам бе-я-лекту давар йом бе-йомо ле-ман ана-сено бе-йелех бе-торати им лох. Очень странное предложение. На каждое второе слово можно задать вопрос. Давайте переведем и запомним все детали. И сказал Всевышний Муше, я вам посылаю как дождь хлеб сверху, напоминаю, что это была аниманная каша, таблеточки такие были, и выйдет народ и будет собирать его ежедневно изо дня в день. Для чего? Для того, чтобы я их испытал и они пойдут по дороге моей Торы или нет? В чем испытание? И по другому слову. Понятно, сейчас мы об этом поговорим. Но ман, ман же это круто. Это офигенная штука. Мы знаем про ману. Давайте посмотрим. Не будем даваться много подробностей, потому что много уже говорили про ману, про субботние свечи и так далее. Посмотрите, 16 параграф, говорит Гемора, Масахат Йома. Есть много разных цитат по этому поводу. Интересно, просто мне нравится целая лекция на эту тему. Как вы знаете, ман по некоторым мнениям не принимал некоторые вкусы. Отсюда мы знаем, что ман мог принимать любой вкус, кроме вэта кишуим, вэта ботихим. Но не принимал вкус, тут есть много споров, что это именно, или это кабачки, или это огурцы, или это чеснок, или это арбузы, или это дыни. Короче, эти вкусы он не принимал. Раби Ами, вараби Аси, хадамар, таам, что такое, это сообщение, да, хадамар, таам, кола, миним, таамо, ба, ман, таам, хамешта, минима, ла, ла, таамо, бо, что ман принимал вкус любой еды, кроме этих пяти видов. Есть целая беседа любаяческого рэба, что это те виды еды, которые вредны кормящим и беременным женщинам и так далее. Но мне сейчас не об этом идет речь. Но вот напомните мне, на следующий год сделаем на эту тему лекцию, почему именно эти вкусы, почему он их не принимал. Другой говорит, таам, кола, миним, таамо, тааман, ман, ма, шан, балалу, тааман, вэ, лома, ма, шан, да, что другой говорит, что он принимал на самом деле вкус всех видов пищи, только все виды пищи ты кушал, ты глотал эти таблеточки и чувствовал не только Матрикс тебе считывал, что ты кушаешь, это самое там бифштекс, а ты еще чувствовал текстуру, а вот эти вещи, там проблема была именно в текстуре, что ты их текстуру, не чувствовал текстуру арбузика с чесноком. И слуха. А? Как мясной бунт. Как мясной бунт, потому что, по мнению, по первому мнению, они текстуру ты не чувствовал, а они хотели мясо на зубах. Ну, окей, у нас была темная лекция на эту тему, не будем давать. Ну, короче, Манна, это была офигенная штука. Офигенная штука, кушай и наслаждайся. То, что я хочу спросить по поводу Манна, в чем здесь, что Всевышний хотел испытать еврейский народ. Это так круто, посмотрите даже, что Абарбанель очень красиво об этом говорит. Помните, как Абарбанель пишет свои комментарии, когда начинается какой-то там эпизод, он пишет, но длиннющий, длиннющий комментарий со всеми вопросами, а потом их на них отвечает. Так вот, восьмой вопрос, но вопрос номер восемь у Абарбанеля по поводу Манна, это что когда сказано, что для того, чтобы нас испытать, чтобы мы будем идти по его законам или не будем. В чем испытание? Что каждый день он давал нам что кушать? У нас было что кучу испытания. Надо говорится, я вас буду кормить, каждый день у вас будут вкусняшки, хотите клубничное мороженое, хотите кроликов сметане, хотите пивштек, с кровью, я специально говорю вопрос некошерные вещи, чтобы все задавали вопросы, а может ли Кман получить вкус некошерного, это не для сегодняшней лекции. А в пятницу, когда в субботу нельзя было собирать Ман, тебе сразу давали двойную порцию, живи и наслаждайся. А Барбанель спрашивает, почему это испытание? Каждый день тебе дается еда, столько, сколько ты хочешь, любой вкус, который ты хочешь. Да, нужно было, мы знаем, что если, теперь, почему говоришь, простое объяснение, почему это и было испытание, потому что говорится, что праведники, которые были, занимались торы, выполняли заповеди, они выходили, у них утречком такое, как молоко раньше приносили, такая кучка этого мана, а говорится, там рассказываешь, а если он так был вкусный, а если вы сваритесь печь, то он вообще был просто туши свет, они сразу получали, говорят, слушай, грешники, они получали свою порцию, но они целый день ползали, выпирали, ман, у нас связан только с удовольствием, у нас есть заповедь, связанная с маном сейчас, это какая? Не дай бог, Саша, не позволь меня, прям, какая манная каша, какая у нас заповедь, связанная с маном? Не просто, а даже как мы это заповедь, она визуализируется, она непосредственно связана с маном. Ну, каман. Халы на шаббат, леха мишне, почему должно быть леха мишне, должно быть две халы, потому что выпадал перед шаббатом двойная порция, тогда поэтому, а что мы делаем, халы нужно класть на дощечку и накрывать их нахалкой. Это память о том, что выпадали 2-2 слоя росы, между которыми лежал этот ман. Все продуман, все ходы записаны. Каман, мы уже были на эту лекцию десятки, на эту тему десятки лекций, я не хотел здесь повторяться, на чем мы никогда не закончились. Хорошо. Короче, говорит, Барбанель, ман это была крутейшая вещь, причем из испытания. Мало того, что здесь уже ничего не говорится, но потом, когда Муше устраивают ретроспективный показ того, чтобы нам было при выходе из Египта, он нам рассказывает про ман, сказал, вообще несу разные вещи. Посмотрите, что же написано в книге Дворим. Посмотрите, 18-й парад. И ты будешь помнить ту дорогу, по которой Всевышний Бог твой водил тебя 40 лет в пустыне, когда он на тобой издевался и испытывал тебя, чтобы узнать все, что в твоем сердце, будешь ли ты выполнять заповеди или нет. А как он тебя использовал? Это ман. И он тебя издевался над тобой и морил голодом, потому что кормил он тебя маном. Ашалаядата вилаядун Абутеха, который ты до этого не знал, шо это. И твои праотцы вообще про него даже не слышали. Мен лиману диаха кило аля лехам львадо и хиадам. Чтобы тебе показать, и здесь эта крылатая фраза, не хлебом единым, блин, жив человек. Киалкорам уцепи ашем и хиадам. А только по устам Всевышнего. Это то, за счет чего будет жить человек. Но главное, это все тоже можно сказать с маном, потому что это все зависит и мы знаем, что это было издевательство, потому что говорит Масеха Тьома, там есть целый лист, где он обсуждается, что такое ман. Посмотрите, 19 парагов. Дебе раби Ишмаэль, Тана, из дома раби Ишмаэля учили. Наймар кан инуй, венаймар леалан инуй. Здесь написано по поводу мана издевательство и голод. И по поводу Йом Кипура написано, будете издеваться над собой. Ма леалан инуй, а вон как здесь издевательство, голод, так и там издевательство голодом. То есть, ман нам заставлял голодать. Отсюда есть куча объяснений, что ман, он там, мы не поправлялись, он был абсолютно как биоклетка, которая полностью вообще, говорится, что наши праотцы, которые кушали, все кушали только ман, даже в туалет не ходили. По-большому. Да, вообще все полностью растворилось, усваивалось теле, не тебе глютен фри, не тебе там лактоз инталлерант, все шикардос, просто кушали, но не поправлялись, не насыщались. Поэтому, одна из объяснений, почему мы зажигаем свободные свечи, чтобы видеть ту еду, которую мы кушаем, потому что мы кушаем глазками. Была тема, лекция на эту тему. То есть, мы видим, что здесь как раз говорится негативная маня, что ман – это издевательство. Но почему это издевательство? Да? Почему? Да. Какую лопатку? Чтобы собирать… Нет. Но, когда дали уже это мясо, начали кушать и так далее. не сразу дали, да, ман. Нет, подожди. До того ман. Не что, ман начал идти только после течения Красного моря, через неделю, как вышли. А потом еще требовали кушать что-то другое. Перепила там, все такое. А так, если бы только ман, то вообще… То, что потом кушали. Теперь, не хочу долго задерживаться именно на qualities мана, на их сущности. А в чем же все-таки издевательство? Это мы говорили, что это не нахуй. В чем издевательство мана? И что самое интересное, то, что Всевышний хочет, чтобы мы нас испытать этим маном, находятся сразу те, которые делают наоборот, моментально, естественно, это Тана и Аверам, делают наоборот, и ничего у них не получается. Сразу? Ведь все не работает. Знаете, выражение «бабушка сказала на потом»? Да? Есть такой анекдот. Даже у нас дома есть такое, что-то вкусненькое, что-то купили. Нет, это на потом. Сейчас не кушать, сейчас не доставать, сейчас не открывать. Правда? Постоянно есть такое. Это потом. Это на шаббас, это на праздники. Что-то достал эту бутылку. Потом, когда время откроешь, у тебя уже там собирают, собирают. Почему мы это делаем? Ладно, я думал сказать об этом на пасхальном сайте, но я скажу вам. Почему мы делаем такую странную вещь? В начале сейдера засовываем руку в мацу, ломаем среднюю мацу, заворачиваем ее, прячем ее и только потом в конце сейдера достаем. Зачем сидим и пуляться? Почему? Потому что в начале сейдера мы еще рабы. Мы еще хотим что-то отложить. Мы еще хотим что-то спрятать. Оставить на потом. А в конце сейдера мы уже все с этим делимся. Может, мы спокойно оставим там лежать сбоку, но никто бы не трогал. Но не трогали бы. Потому что в начале сейдера мы еще рабы. Мы еще боимся, что нам не хватит еще заложить. И чтобы был НЗ. И закупить воду. И только чтобы внучек покушал. Чтобы третий подворок подышка. Вот теперь ребенок здоровый. Мы же сами прекрасно это знаем. Все наши бабушки, дедушки, правда, не знаю, кто в каком поколении пережили тяжелые годы. И голодоморы, и Советский Союз, и Вторую мировую войну. И еда, это было что-то, что-то святое. Почему? Потому что вдруг на завтра не хватит. А теперь представьте себе, что вы каждый день идете, ложитесь спать, съели все, что у вас было, все, что все, сытое. Но потом ночью у вас начинается ночной дожор. Вы спускаетесь вниз, открываете холодильник, и что начинается? Начинаются нервы. Мы начинаем нервничать, что ничего не станется. Ман, это было жуткое издевательство. Тебе выдавали паек на один день. И что бы ты ни делал, на завтра тебе не оставалось, кроме как на шабосе. На шабосе это святое. Датана Аверам решили тут подсуетиться, там забрали, там разделили, у кого-то там выкупили. Но жили, наследие не испортилось. Все испытание манам было в том, чтобы мы научились жить сегодняшним днем. А на самом деле, в чем мы научили, должны были научиться? Вся идея мана, это был семинар по тому, как должен быть бетахон В.Х.М. Если он тебе сегодня дал то, что тебе полагается, шаасали кольцархи, он тебе и завтра даст то, что тебе полагается. Как он это... Он тебе... Мы знаем, что предыдущий опыт, он не обязует будущие результаты. Но мы 40 лет тренировались в бетахон В.Х.М. По-другому жить в Святой Земле нельзя. Как только бетахон В.Х.М. Мы должны все время смотреть на небо. Мы тренировались, что у нас... Мы не знаем, получим мы паек завтра или нет. И Всевышний нам говорит, будете хорошо себя вести, выйдете у вас сразу бутылочка с маном у двери. Не будете, будете ползать и кровью каркаться, пока соберетесь. Сколько бы вы сегодня не ползали, на завтра не будет. К вечеру в пустой холодильнике никакого ночного дожора. Это то, что говорит здесь Рамбан. Посмотрите, Рамбан. 20-й парага. Он говорит, ребят, то, что здесь говорит Мушар Абейну, что это было издевательство, я вам уже это все раньше объяснил. Еще когда в нашей главе упоминается, в главе Бешилах упоминается проман. Что значит, я на того издевателя издевался, чтобы испытать тебя и увидеть, что в твоем сердце. Будешь ли ты соблюдать заповеди или нет. Испытание началось с того, что мы вышли в пустыню, пришли в пустыню, где хлеб не растет. Да, мы принесли с собой кучу золота и бриллиантов всего Египта. Да, и глазики изумрудные у сфинкса выковырили. Это шутка. Нет, сфинкса еще тогда не было. Хотя глазики у него были изумрудные, судя по всему. Да, но изумруда нету. Рынка где-то это может быть нет. Это в пустыне. Да, там не растет, как кушать надо. В нашем руках нету. Минаман, кроме мана. А валиарат, да варьем бы ему. Но его он бы подал только поек на сегодняшний день. И как только и потом все, что не доели, оно все растворялось и все. И мы... Сколько конфет тебе нужно съесть в день? Я, давай по-другому. Я очень люблю шоколад. Я уже давно его не ем, стараюсь после... То после праздника то война началась нервничать. Потом Ханукова шипончики и так далее. Чуть-чуть успел, чуть-чуть сбросил, но нет. Я поэтому давно уже не ем шоколад. Я не помню, когда последний раз, два месяца назад ем шоколад. Но возьмите детей. Если они знают, что есть шоколад и при том, что знают, что много нельзя и много не нужно, пока в течение одного дня все они съедят, не отойдут. А тут нам говорят, вот хотите шоколад, вот вам шоколад. Только вот это вот съедите, съедите один кубик и все. Открывайте, закрывайте холодильник, вешайте на дверь холодильника Мизузу, как самую популярную дверь в вашем доме. Не будет. Нет. И мы начинаем как-нибудь шоколад. Еще хочу шоколад. Быстрое привыкание. И дамы, господа, оно таки да. К Ману. Что было про Ман написано? Было написано, мы получали такое, знаете, как бумажку с инструкциями, к лекарствам идет, к таблеткам. Были таблетки. Вначале там было написано, сколько принимать, в день такую-то дозу, не храниться, нельзя оставлять на завтра, не хранить в холодильнике, не хранить нигде, не держать в темном, холодном месте и так далее. А что были мелкими буквами написано? Написано, есть тенденция к привыканию. Потому что, почему евреи не вошли в землю Израиля? Да. настолько натренировались, что не хотели входить в землю Израиля, потому что знали, что мана там не будет. И хотели остаться в пустыне, на том же самом пайке. И поэтому бетахон Баошем можно развить настолько, что у него тоже будут побочные эффекты. Хотя, это я просто сегодня вот подумал, но это тема для другой главы. Но на самом-то деле, чего хотели разведчики? чтобы народ остался в пустыне, чтобы чудеса, мана, колодца Мирьям, облаков славы, оно все продолжалось. И люди могли сидеть и училить Тору. Они это получили. Все то поколение, которое было, прожило еще 40 лет, дожило свои годы в пустыне, на полном божественном велхоле. Они получили то, что они хотели. Они только окочурили сразу, потому что Всевышний ничего другого хотел. Но они таки да, получили это. Получается, что к такому подходу, что ты точно знаешь, что утром ты откроешь холодильник и там будет еда, тоже можно привыкнуть. Проблема начинается вечером, когда еды уже нет. Тогда ты начинаешь нервничать. И вот здесь это уже испытание бетахон Баошем. Но это и есть настоящий бетахон Баошем, о котором говорит Михиль, это еще более ранее, это Раби Шмоль, еще более ранее книга, чем Рамбам, откуда Рамбам это учит. Посмотрите, что здесь написано. Давар йом ба йомош, то есть, пытание было, это то, что изо дня в день, дневной паек. Раби Яшо омер, кдэйши лакета, дамы айом на махар, кян мэ эрэв, шаббат лэ эрэв шаббат. Что он говорит, что попадало с вечера и нужно было отоставить до утра. А Мудаи говорит наоборот, что не с вечера нужно было собирать на следующий день. Первое мнение выходит из того, что день начинается с вечера, поэтому ты собирал на следующий день, тебе должно хватить до следующего вечера. Второе говорит, нет, наоборот, нельзя было оставлять до вечера, на следующее утро, потому что это имеется йом ба йому, двар йом ба йому, что каждый день выпадала порция. И здесь Михильта от имени Рабелезра Мудаи говорит напрямую эти слова. У вас есть перевод, я переведу. Что значит изо дня в день? Что тот, кто сотворил день, сотворил тебе и порносу. Если он подарил тебе день, он позаботится, чтобы у тебя в этот день была порноса. Отсюда, говорит Рабелезра Мудаи, все тот, кто, у кого есть шоколад в холодильнике сегодня, и он говорит, мамочки, а завтра же этого шоколада не будет. Такой человек, наверное, которому не хватает веры в Бога. Подсказано, что именно это Всевышний хотел нас испытать или воспитать. Сорок лет в пустыне это было воспитание того, что ты знаешь, что утром откроется холодильник, и там будет шоколадка, или что вы там хотите увидеть. Это же ман все-таки, а может быть, чем угодно. Это была вся идея мана. Выработать в нас вот то, что говорит Рабел, миндата битахон, это качество битахон беа шем, уверенности в Боге. Есть старая, которую вы наверняка знаете, историю про Рабзуша Голодин. Знаете историю про Рабзуша Голодин? Да, знаете вы точно. Но я недавно узнал от нее новую деталь, хотя все это фолклор. Был такой величайший хасидский рэб, Рабзуша из-за Ниполя, Брабзуша из-за Ниполя, из-за Лижанска. Сын, не сын, сын тоже кого-то, но ученик Рамагида из Мезовича. И в Ониполях был такой брод, который там все время, когда слякать и так далее, там заполнялось водой, и клали доску, по которой нужно его проходить. И мальчишки баловались, люди не видят, когда там идут. Они эту доску убирали, и все в лужу там становятся, промокают. Да, кондемерцы, они отодвинули эту доску, человек встал, хлюбнулся, чуть не упал, весь в грязи, идет дальше, и тут они в ужасе видят, что это их раби. Рабзуша из-за Ниполя, великий праведник, они испугались, сейчас он нас проклянет. Что будет? Все, ужас. В общем, все мальчишки убежали, один там их предводитель, который все это придумал, остался, приходит домой, рассказывает родить. Он говорит, кошмар, это проклятие на всю нашу семью, что нам сделать, как нам попросить праведника, чтобы он нас не проклял и так далее, решили, ну, что мы можем сделать? Приготовим всякие вкусняшки, сделаем такой вкусный завтрак, придем к нему утром, посетим этого мальчика утром к нему в синагогу, он там придет, шоколадки, чизкейки, все вкусняшки и так далее, и скажут, Рэбзуша, извините, простите, вот вам сухо, да, Рэбзуша был очень бедным и несчастным человеком, но у него был очень сильный битахон Баошем, и он каждый, он молился, начинал молиться там рано утром, заканчивал где-то там в 12 часов, после молитвы подходил к коронкой, дышал, к Торе, там что-то молился, потом он говорит, тата, Рэбзуша голоден, папа Рэбзуша проголодался, что это значит? И было, происходило чудо, он выходил, у него там в то время стоял уже готовый завтрак, огурчики, помидорчики, яичница и так далее, но понятно, что это когда Рэбзуша кричал, тата, Рэбзуша голоден, это значит, что его секретарь Габай-синагоги, он знал, что в этот момент нужно настрогать огурчиков, помидорчиков, сделать яичницу и поставить Рэбзуша, и так каждое утро Рэбзуша, тата, Рэбзуша голоден, приходил у него в один день, что он выпендривается, типа у него такой бетахон БАЖМ, у него все время он готов завтрак, хоть спасибо бы сказал, он еще все, завтра, я ему не делаю завтра, пусть ему его тата поможет, и он так и сделал, ему завтра, приходит этот момент, Рэбзуша подходит к Рэбзушу, этот Габай-синагоги, зачем это сделать, потому что такой скандал, может я быстро сбегаю, сейчас в маркет тусауден, куплю что-нибудь быстренько ему, намажу какой-нибудь бейгл с крим-чизом, Рэбзуша говорит, тата, Рэбзуша голоден, тут открывается дверь, заходит целая семья, с чизкейком, мороженым, и скачем, и дает Рэбзушу завтра, что это значит? Чудо? Битахон беашем, это то, что Всевышний нас испытывал, и он хотел, чтобы мы говорили, что сейчас у меня есть, но что будет завтра? А завтра, это битахон беашем, а думать, что ты знаешь, что у тебя будет завтра, как сказал товарищ Воланд, как можно планировать что-либо, если ты не знаешь, что с тобой будет в ближайшие 5000 лет, это не в наших силах, у нас остается только битахон беашем, это функция мана, осторожно, возможно, привыкание, но, мы можем остановиться здесь, а можем продолжить, потому что такое объяснение, то, что говорит Михиль, то, что говорит Рамбан, оно укладывает, то, что говорил Рэбэ, оно показывает, то, что говорит, объясняет, почему Яков себя так ведет, оно объясняет, почему битахон беашем это то, что проявляет Хэсет, мы не работаем богобухгалтером, мы не знаем как, мы не решаем, как Бог нам даст эту порносу, будет у нас порноса или нет, главное, помолиться, сказать, ну вы же знаете, что я не такой, ко мне не дали, сколько раз, ко мне, сколько раз ко мне приходили люди, обращались с вопросом и ждали, что я им скажу, давайте помолимся, я говорю, нет, идите нафиг работать, а, или там, соблюдайте кошер, нет, оно так не работает, поэтому именно философы, еврейские философы, если вообще такое есть, или такое понятие, как еврейская мысль, они сводят битахон беашем вообще нереалистичному минимуму, именно в этой книге, хавот аливавот, duties of the heart, я не знаю, как она на русском называется, но, по-моему, она переведена, вот этот вот, я не знаю, почему в хаване она популярна, вот на полке там стоит, посмотрите, на английском языке есть перевод, очень рекомендуют себе читать, рэбби несколько раз упоминал, может быть, на это косвенно упоминал, что когда у тебя там сомнения, проблемы и так далее, читайте это, хавот аливавот, левавот, давайте внимательно прочитаем, что он говорит, что такое битахон беашем, двадцать второй парагат, у вас есть перевод на английский, но я хочу, чтобы вы очень внимательно это посмотрели, потому что здесь говорится, совершенно не то, что мы себе представляем, как битахон беашем, и это нормальный подход иудаизма, это и есть основной подход иудаизма, но, говорит хавот аливавот, сущность битахона, это в том, чтобы человек был спокоен и уверен, и чтобы его сердце надеялось, что тот, на кого он надеется, он сделает хорошо и правильно для него, и в этом будет его уверенность, настолько, насколько ему позволяет его разум, и отсюда получает только хорошее. Что говорит хавот аливавот? Это хавот аливавот говорит, нельзя надеяться на шоколадку. Хавот аливавот говорит здесь страшную вещь, что мы поднимаем под битахон беашем? Мы понимаем, что вот мы сейчас вложимся, у нас есть бизнес-оппортюнити, я послал Всевышний, я туда должен вложиться, и вот это все сработает. Вот аливавот говорит, нет, битахон будет не в том, что это все сработает, а битахон в чем? Что ты должен быть уверен, что то, что Бог тебе сделает, это то, что тебе нужно, а не так, как ты хочешь. Не в том, что ты завтра тоже будет шоколадка, у тебя будет битахон, а в том, что то, что будет завтра, это то, что есть хорошо. Вы понимаете, что здесь говорит Хоат Аливавот? Он говорит, что все, что мы себе представим... Теперь, на самом деле, мы неправильно с вами смотрим на ситуацию. Это не то, что мы себе представляем, это я виноват в том, что сразу привел, что говорит Рэбе, что говорит Рамбан, что-то и так далее, и это нам все понятно. А на самом деле, еврейская мысль, на основе Рабьосифа Албо, на основе еврейской философии, на рациональном подходе, они говорят, что с ума сошли. Вы Богу будете указывать, что вам нужно, что правильно, что неправильно? Нет! Говорит Хоат Аливавот, чисто рациональный и философский подход, бетахон, может быть, только в то, что то, что будет завтра, это хорошо, а не то, что завтра будет хорошо. Вы понимаете разницу? Это можно даже стикер такой сделать, что то, что будет завтра, это хорошо, а не хорошо то, что будет завтра. Я понимаю, сложно. Это обычный законодательный подход. Стоит понятие бетахон Бэашем. Бетахон не в том, что тебе будет хорошо, что это такое вообще, а бетахон в том, что то, что делает Ашем, это хорошо. Понятно? По этому поводу есть история, которую когда-то мы в совершенно другом контексте приводили, замечательная история про раби Акибу, которая сейчас все это иллюстрирует очень красиво. Говорит история про раби Акибу, по-видимому, это история периода восстания Барковбы, где, как вы знаете, что раби Акиба очень сильно поддержал Барковбу, а многие были против, и немножко, так и чуть-чуть раби Акибу предали Анафему. Поэтому история гласит следующее. Амар Абуда, Амар Абмишум Раби Мейер сказал эту историю многих рассказывать, сказал Рабуна, сказал Раб от имени Раби Мейера, то есть из поколения передавалась эта история. И эту историю мы знаем от имени самого Раби Акибы. Только не убивайте меня. Человек должен постоянно натренировать себя говорить Все, что делает Всевышний, все к лучшему. Охренеть можно. Вы понимаете, что здесь говорится? Что такое все к лучшему? 7 октября? 21 погибший солдат? Все, что делает Всевышний, мы должны себя тренировать. Все, что делается, делается к лучшему. МАН, это был у нас семинар по такой тренировке, что мы не знаем, что завтра будет в холодильнике, будет шоколадка или кролик в сметане. Но мы знаем, что то, что будет, это хорошо. Это битахон Бэашем. И поэтому, говорит Раби Акиба, мы должны тренировать себя, говорить, что все, что делается, то, что происходит от Бога, это к лучшему. Внимательно слушайте эту историю. КИГАД РАБИ АКИВА ДАВИ КАЗИЛ БОРХАМ РАБИ АКИВА ШОЛ ПО ДОРОГЕ МАТЫ МЕТА ДЛА ГИМАТА И ПОДОШОЛ К КАКОМ-ТАМ К КАКОМ-ТАМ МЕСТУ К КАКОМ-ТАМ ГОРОДУ БАЛ УШПИЗОЛА БЫЛАЙ Хотел остановиться там, как гость, его не пустили. Поэтому, скорее всего, это был период восстания Баркова, типа, РАБИ АКИВА не пустили в город, потому что он был за Барков. Мало ли предыдущие Римляне АКИВА АКИВА ГОРОДУ 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 Все, что делается, делается к лучшему. АЗАЛЬ УВАББЕ ДАБРА ВАББЕ БЕГАДА ТАРНИГОЛА ВАХАМА ВАШАРГА И он пошел по дороге и лег спать где-то там на полянке. И все, что у него было с ним, это петух, ослик и свечка. Ну, понятно, петух, чтобы скушать, потом ослик, чтобы на нем ехать, а свечка, чтобы учить Тору. АТАШУНРА АХЛЕТАРНИГОЛА Да? АТАШУНРА АТАШУНРА Стой, я пропустил строчку. АТАЗИКОВЫ КАБЫ ШАРГА Пришел ветер, посидит, учить Тору, хотел поучиться, выбран желание Всевышнего, учить Тору, пришел ветер, задул свечку. АТАШУНРА АХЛЕЙ пришел этот самый кот, я не знаю, почему шумно, я думаю, что это не кот, это есть дикие кошки, которые в Израиле водятся, ну какая-то рыс, типа, да, и зажрала петуха, остался без обеда. Пришел лев, не строгал Раби Акиву, а съел после. Что Раби Акива говорит? Все к лучшему. В этой ночи пришли какие-то армии, бандиты и захватили этот город, где он хотел остаться. Что говорит нам эта история? Если бы Раби Акива остался в гостях в этом городе, его бы тоже захватили. Да? Я понимаю, что сейчас очень много параллелей по этому поводу. Не доехал, да, меня не взяли. Если бы он, хорошо, его не взяли в город, у него был петух, он бы начал кукарекать, ослик начал бы мимекать, свечка бы светила и эти бандиты или там войска, которые бы террористы, которые бы пришли, они бы вы тоже увидели, его тоже зацапали. Теперь, что значит все, что Всевышний сделал, делать к лучшему? Всевышний сделал хоть одну вещь из того, что хотел Раби Акива? Подумайте на этот момент, поставьте себя на место Раби Акивы, нормально переночевать не может, пришлось спать в поле, свечка потухла, огня нету, обед съели, транспорт угнали. Раби Акива в депрессии, пошел в слезах спать, оплакивал своего ослика и еще больше своего петушка. И что? Но, если бы этого не произошло, было бы только хуже. Что мы из этого учим? Битахон Бе Ашем – это не то, чтобы было так, как ты хочешь, и ты уверен, что Всевышний сделает так, как ты хочешь. А Битахон Бе Ашем – это в том, что как Всевышний сделает это самое лучшее. Но это депрессуха, блин. Так живет половина еврейского народа. Потому что… Это чисто литовский подход. Это не хасидский подход. Хасидский подход совсем другой. Поэтому для меня все равно странно, почему так популярно сейчас учить хуот и левовод. Потому что, да, я учил хуот и левовод, но я учился в низкой литовской ешиве. Никакого отношения хасидизма не было. Для тех, которые знают тонкости, разница между подходом еврейской мысли литовской и подходом еврейской мысли хасидской. Но вспомним, что Рэбер Аяц рассказывает про этого чувака, которому он сказал «трахн гуд в дзайн гуд». Что на самом деле ему сказал? Что он ему сказал? Что значит, думай хорошо? Если у тебя битахон Бе Ашем, то что ему должно сказать сердцем Ахцедек? Все от Бога. Все от Бога. А он ему сказал? Думай хорошо. Почему? И здесь заключается самый важный ключ. То, чему нас учит по-настоящему Ман. Это не то, что мы надеемся, что будет хорошо. Мы говорим Всевышнему, мы будем лучше. Мы будем соблюдать заповеди. Поэтому Ман у нас будет точно. И кучка лежать у меня возле дома с утра. И я смогу все остальное время заниматься чем-то полезным. Нет, мы не останавливаемся тем, что все, что будет... Мы не останавливаемся на том, что говорит Хобот Левобот. Мы не останавливаемся на том, что здесь происходит Рэбер Айкива. Рэбер Айкива хорошо. Пусть ему так будет. Но я не Рэбер Айкива. Я простой человек, которому болит. Я простой человек, который думает о том, я живу в этом мире. Я хочу, чтобы у меня дети были здоровыми. Я хочу, чтобы они хорошо построили еврейские семьи. я хочу, чтобы у меня был мир в доме, я хочу, чтобы у меня была порноса, я хочу, чтобы вообще... Я хочу, я, я никуда не могу от этого деться, я не рабе Акива, который спокойно пошел спать, когда осел съел его петуха, точнее, рысь съела петуха, а лев съел осла, хорошо, вот не рабе Акива. И поэтому посмотрите, что Ребе говорит, как он объясняет это высказание Цемахцедака, посмотрите, это сейчас хасидский подход к Бетахон Беа Шем. Что такое Бетахон Беа Шем, пункция мана, быть уверенностью за дня в день, иметь уверенность, это в том, как ответил Цемахцедак, который обратился к Цемахцедаку и попросил, чтобы тот пропустил милосердие о том человеке, который очень сильно болен. Если мы говорим, что Бетахон, Беа Шем, это в том, что Всевышний, все, что делается, делается к лучшему, зачем? Зачем просить? Зачем просить? Бетахон Беа Шем, это мое качество, не качество, это я, мой Бетахон. И эта работа, Бетахон, это работа в себе самом, над своей душой. И это работа, которая приводит к милосердию Всевышнего, которая приходит благодаря тому, что мы знаем, что если мы будем становиться лучше, скрупулезнее выполнять желания Всевышнего, мы уверены в чем? Что Всевышний сделает нам хорошо. Это абсолютно обратный подход, это не фатализм, который говорит, что как оно будет, все будет хорошо. Говорит, нет, мы будем бороться. Да, мы грешны, но мы говорим, что за того, что мы вырабатываем себе этот Бетахон Беа Шем, за счет чего? За то, чтобы мы учимся, за то, что мы себя дрессируем, за то, что мы себя заставляем постоянно вставать утром на шакаре, надевать филин, соблюдать кошель, мы себя заставляем, мы работаем, нормальная торговля. Give something to get something. Если ты хочешь, чтобы то, что было хорошо, это было хорошо не только так, как Всевышний хочет, а потому что ты этого хочешь, сделай так, чтобы Всевышний захотел то, что ты хочешь. И это Бетахон Беа Шем в том, что Всевышний, когда я буду служить Всевышнему, когда я буду работать над собой, когда я буду менять себя, когда я буду давать что-то Богу, Бетахон в том, что он, да, сделает хорошо, так как мы этого хотим. И только потому, что в глубине своей души мы понимаем, что это именно в руках Всевышнего, это Бетахон. Потому что наш Бетахон, хасидский Бетахон, не в том, что в фатализме, а в том, что мы уверены, если мы станем лучше, то и Всевышний по отношению к нам проявит хэсэр. И тогда ты перестаешь вообще волноваться. Ты знаешь, что тебе нужно делать. Когда мы волнуемся, мы волнуемся, когда мы не можем контролировать ситуацию, мы не волнуемся, когда мы не знаем, мы знаем, что нужно делать. Бетахон, 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 это в знании того, что нужно делать. И то, что ты не волнуешься, а то, что ты ведешь себя совершенно по-другому, ведешь себя, как будто бы все хорошо, ты договорился с Богом, ты все делаешь со своей стороны, как положено. И то, что ты вот в этом состоянии подъема, что тебе хорошо, ты думаешь хорошо, то в этот момент ты уверен, в этом и есть Бетахон, что Всевышний сделает так, как ты его просишь. И даже если тебе это не полагается. То, что сказал Цемакцедак, это был гипноз. То, что Цемакцедак сказал этому евреям, говорит, у тебя нет телефона, ты не знаешь, что происходит. Нет, пока идешь, ты шел сюда и убивал своего ребенка. Он говорит, что все будет плохо, мне нужно захамить, мне нужно Всевышний, мне помог, он умирает, и тогда он говорит, нет, иди домой, и иди по дороге ко Всевышний, ему поможет, будет хорошо, я все сделаю, мы все сделаем, я думаю хорошо, будет хорошо, и пока ты дойдешь домой, он выздоровеет. Это начинается с тебя. Это Бетахон. Бетахон не в том, что все, что сделал Всевышний, это хорошо, а в том, что когда ты, это и есть ман, проверка, что испытание того, что мы научимся выполнять его желание, и тогда будем открывать холодильник, даже ночной дожор, и там будет шоколадка, то наш Бетахон, Хасидский Бетахон, это в том, что я уверен, что даже если мне не полагается, если я жуткая редиска, я ничего не делал, и мне было все по барабану и так далее, но я сейчас меняюсь, я что-то изменяю, я уверен, что Всевышний сделает так, как я хочу, потому что, говорит Вавилонский Талмуд, как я хочу. Это мой Бетахон. Как говорит Вавилонский Талмуд, посмотрите, Такая важная вещь, которую мы должны знать, там дальше Талмуд приводит кучу доказательств, по той дороге, по которой человек хочет идти, его ведут, Всевышний его ведет. Ты должен сказать Всевышний, я этого хочу, что ты готов для этого сделать, это уже твое дело. Бетахон в том, что ты делаешь, ты знаешь, что если ты что-то приложишь к этому усилию, даже если ты недостоин, то Всевышний поведет тебя по той дороге, которую ты хочешь, но ты должен это сделать. И посмотрите, потрясающие слова, которые по этому поводу, мы закончим, говорит любая в очередном письме. Бетахшама питгам адмор Маараш, шеолам умер, ше кише и в шалалехат милиматал хим милимала. Есть известное выражение 4-го любаевского рэба, есть даже такой нигун красивый, мы частично его поем в шаббат к душе Мусофа. Я думаю, что если вы услышите его в правильном исполнении, вы не узнаете, но неважно. Высказывание 4-го любаевского рэба, что когда весь мир говорит тебе, что можно пройти снизу, всегда идти сверху. Start from the top. Изначально нужно идти сверху, можно снизу, нельзя снизу. You always start from the top. Лихадхила ариба. Все с самого начала. Прямо напрямую к Богу. В один ка. И это тоже самое касается здесь. Это тоже вопрос о каком-то заболевании. Он говорит, что на самом деле нужно подождать, пока здоровье справится. И тогда будет открытая радость, будет понятно, что здоровье, очевидно, стало лучше. Нужно сказать. Альпинуса ханаю в соответствии с тем, что говорит рэбе Маараш, что с самого начала нужно начинать from the top. Начни сейчас радоваться. До того, как улучшилось здоровье. Даже то, что сейчас не видно, что здоровье улучшилось, говорит рэбе, то, что ты радуешься, просто радуешься тому, что ты уверен, что здоровье улучшится, так и произойдет. Это битахон. Почему мы начинаем утро с того, что мы говорим Модэ Ани Лифанеха? Почему мы с этого начинаем? У нас куча других вещей, которые можно сказать Яшари Аца, Аленсилат Ядайм, и какие-то благословения. Подожди, еще руки не помыли. Мы говорим Модэ Ани Лифанеха. Мы должны начинать день с улыбки. Если мы начнем день с улыбки, как известно, от улыбки станет даже нашему еноту. Всем светлей. Как ты начнешь этот день, ты определяешь вектор. Если ты начнешь день с того, я не могу, я устал, я не хочу, мне нужно стирку, нужно глажку, нужно готовить, нужно детей, нужно взрослых, нужно родить, это мама, она мешает. Так и будет день. Это принцип еврейской жизни. Наш битахон в том, что если мы начнем с улыбки, то весь день будет веселый. Если мы начнем радоваться тому, что у нас есть, того, что будет хорошо, то, что мы в себе меняем, мы уверены, что Всевышний сделает так, как я захочу. Все, что нужно сделать, это просто с ним немножко поторговаться. Спасибо большое, на этом остановимся. Вопросы? Ответы? Окей. Всем спасибо, кто был с нами на Фейсбуке. Если у вас есть вопросы или на Хаббат Датру, оставляйте комментарии к этому видео, мы с вами попрощаемся. А кто остался еще на нашем колхозном зуме, и на Ютубе тоже, я пока, если у вас уже иногда в последнее время очень зависает много зум, я в конце остановлю. Если у вас есть вопросы, можете задать сейчас. О, я же запретил всем звук. Все, у кого есть вопросы, просто включайте, сейчас можно. Включать себе звук и задавать вопросы. Что, енот вернулся? Нет. Ты будешь на прошлый Шаббас? Был, конечно. Помнишь пирожки с мясом? Нет. Я их не ел. Ну, молодец, потому что это был енот. Я шучу. Нет. Я не знаю, вернулся на енот. Наташа их не рекламирует. Если Наташа не рекламирует, можно вопросы по теме, а не по еноту. Да. У присутствующих есть вопросы? Нет? Спасибо огромное. Спасибо огромное всем. Будьте здоровы. Еще большого. Спасибо вам, Малка, не болейте. Спасибо. Спасибо огромное. Будьте здоровы всем. Спасибо. Вопросы. Очень классно. Это был правильный поворот. Аша, можно задать вопрос? Да? Может быть, я не знаю, насколько он по теме. Но вот всякий раз, когда ты говоришь, что Всевышним надо торговаться, я как-то немножко про себя вздрагиваю. Думаю, как? Ну, как бы почтение, послушание, исполнение заповедей, и вдруг торговаться. И вдруг торговаться. Как? Я как-то не могу в это врубиться. Ну, допустим, почитай с самого начала Тора главу Лехлаха, главу Вояр с нашим праотцом Абрамом. Чем он занимался со Всевышним? Ну, в общем, да. Мойши Рабейну по поводу Золотого Тельца и всего остального. Ну, всего остального он постоянно с самого начала этим занимался. Всевышний любит тех, кто с ним торгуется. Все, что ему нужно, это наше с тобой внимание. Ну, а значит, ну, не знаю. Кто-то Рабею. Отряхни прах христианского воспитания со своих ног. У нас со Всевышним отношения. Они не покорность. Ну, если ты хочешь остаться в моде кого-то-либо вот, то тогда да. Но мы же с тобой хасиды. Да. Мы хасиды, да. Вот сейчас был наглядный пример разницы между хасидским и нехасидским подходом. Так это же надо бы тогда можем по любому поводу торговаться, получается. Вперед. А что такое молитва? Просьба. И и что это значит? Вот я каждый день молюсь, чтобы Хайм приходил на шахарис. Иногда получается. Надо идти в торговлю, надо идти. я... Ну, ладно, Хайм, я Шашир, я как-то должна понять, как этот процесс сделать. Спасибо. Очень интересно. Я мысленно всегда на шахарисе. Давайте завтра безмысленно. Вот тупо. Тупо приходите на шахарис, Хайм. Хайм, приди на шахарисе, надо отдать. Тупо я не могу. Ашу надо кое-что. Хайм, у нас сейчас вон Нухэм уехал, Давид уехал, Лёва сегодня, думаю, убьёт. Вам ещё кто помогут, Ахайм не может понимать. Ахайм палочку выручалась. Илья готова бежать в Майами. Вопросы по теме и без неё. Есть какие-то... Давайте, Хан, я вас... Извините, какие-то, ну, практически, я не знаю, что такое, как сказать, tips and tricks или типа там, я не знаю, cognitive behavior в хасидском варианте. Вот если просыпаемся с утра, пытаемся, так сказать, улыбаемся, благодарим всё, а потом бац и читаем новости, что 21 человек погиб или там, не дай бог, кто-то болен. Ну, в общем, вот что-то такое. Вот после этого... Я вам рекомендую по этому поводу, я с этого начал лекцию, что когда происходят такие вещи, просто найдите послужение, всегда ли есть они. Но вы, Хан, насколько я знаю, вы понимаете, ивритскую мову немножко, то, что говорят на похоронах этих людей. И от этого становится не легче, но от этого мы становимся сильнее. Потому что я для меня, я когда утром пришёл в синагогу, я стараюсь до утреннего благословения в телефон не смотреть, и подкрыл телефон за полчаса до шахариса. Ну, тяжело было. Но потом понимаешь, что это только тебя... Это только тебя делать сильнее. И тебе есть о чём поговорить с Богом. Да, но как-то вот... Если человек не такой сильный, как те, которые это говорят на похоронах... Поэтому нам нужно слушать тех, которые такие сильные, чтобы получать от них inspiration. То есть, если своего совсем не это самое, пытаться найти где? Да, да, да. А сейчас it's in planning. Да, они вызывают чувство вау, но такого какого-то совершенно... думаете, что мы часть одного и того же народа. И это всё происходит. Окей. Попробуем. Спасибо большое. Спасибо вам, дамы и господа. Ещё раз поздравление Саше с Жанной. Саше, терпение. Питакон. Башем. Жанночка святая вообще. И Илюша, Илунишма от твоей мамы. Пожалуйста, пришли мне имя. Мне нужно его вставить завтра. Уже на утром расписание. И Мазлтоф Продун Фэмили на батмитсву старшей дочки Арианы. Здесь ещё есть многие те, которые были на их упе. Поздравляю. А вот уже и батмитсва. Окей, дамы и господа, всем всего хорошего. Берегите себя, всё будет хорошо. Спасибо большое. Ну что.